День Рождения 15 суток за езду без прав. Законопроект внесен в Госдуму. В этом году будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Важным нововведением является то, что страховые пенсии изменятся только у неработающих пенсионеров. Также изменения коснутся и реализации программы материнского капитала, которую, кстати, продлили до 2018 года. Подробности в сюжете. В пенсионной системе России в 2016 году произойдет ряд изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования, нынешних и будущих пенсионеров, а также российских работодателей. В текущем году на 4% будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Важным нововведением является то, что с начала текущего года страховые пенсии будут индексироваться только у неработающих пенсионеров. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8562 рубля. На второе полугодие 2016 года, исходя из возможностей бюджета, запланирована вторая индексация, решение которой будет приниматься правительством Российской Федерации. С 1 апреля на 4% будут проиндексированы социальные пенсии. Также на 6,4% будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. С этого года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона распространяется только на получателей страховых пенсий и не распространяется на получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Если пенсионер, начиная с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года увольняется с работы, он может подать в Пенсионный фонд Российской Федерации соответствующее заявление, приложив к нему подтверждающий документ трудовую книжку и подтвердить факт отсутствия официальной занятости. В результате со следующего месяца, если заявление было подано уже после 1 февраля, ему будут доначислены дополнительные денежные средства в составе выплаты страховой пенсии с учетом уже произведенной индексации. Также изменения коснутся и материнского капитала. 30 декабря 2015 года был принят федеральный закон, подписанный президентом Российской Федерации, в соответствии с которым фактически была продлена продолжительность действий программы предоставления семьям материнского капитала. В правовом поле действующего ранее законодательства права на материнский семейный капитал возникало в том случае, если ребенок второй, третий или последующий был рожден или усыновлен в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года. Теперь этот срок продлен до 31 декабря 2018 года. Ключевым нововведением в области распоряжения средствами маткапитала будет возможность направления его средств на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В сферу использования материнского капитала войдет новое направление. Это возмещение за счет средств МСК затрат семей на приобретение товаров и услуг, служащих социальной адаптацией и реабилитацией детей-инвалидов. Соответствующие заявления Пенсионный фонд Российской Федерации будет принимать тогда, когда войдут в силу соответствующие подзаконные акты, будут разработаны правила и перечни необходимых товаров и услуг. Помимо этого, владельцы государственных сертификатов на материнский капитал имеют возможность получить единовременную выплату в размере не более 20 тысяч рублей. Для этого необходимо до 31 марта обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда или многофункциональный центр, имея при себе паспорт, сертификат, СНИЛС и справку о банковских реквизитах, на которые в течение двух месяцев будут перечислены денежные средства. Всего в регионе 42 тысячи семей получили сертификаты. Наиболее популярное направление использования маткапитала – это улучшение жилищных условий. Более 22 тысяч семей обратились за этими услугами в Пенсионный фонд. По их заявлениям было перечислено более 8 миллиардов 300 миллионов рублей. Главная библиотека города празднует свой день рождения. Традиционно в этот день Горьковка подводит итоги работы, а также рассказывает о планах на будущий год. На праздники побывала Марина Комиссарова. Старейшая библиотека города, давно превратившаяся в культурный и интеллектуальный центр региона, отмечает 158-ю годовщину с момента основания. Мероприятие, посвященное празднованию столь внушительной даты, стало еще и подведением итогов года литературы, в течение которого библиотека провела огромное количество мероприятий. В начале было слово сказано в самой главной книге. В моей детской книжке в коротком стихотворении я писал, внук мой сказал свое первое слово, можно подумать, ну что здесь такого. А первое слово на множество лет людям открыло весь белый свет. То есть библиотека это светоч, светоч разума, это вместилище душ, скажем так, и читательских, и писательских. 2 января 1958 года библиотека впервые открыла свои двери. Тогда в фонде хранилось чуть более тысячи наименований книг. Это 2500 экземпляров, 4300 периодических изданий, газет и журналов. За первый год работы библиотеку посетили 3500 человек. Сегодня в фонде более полутора миллионов документов, и число посетителей за минувший год достигло 685 тысяч человек. Книга это история, это память в первую очередь. Не хотим же мы стать Иванами-непомящими, родства совсем. Я думаю информационные технологии бумажной книги нисколько не мешают, они только дополняют ее. Но есть целый пласт читателей у нас, которые вообще дают предпочтение только бумажной книге, шуршанию страниц, шрифтам различным. Вы знаете, здесь еще показательно такое направление работы, как реставрация и консервация книжных памятников. У нас ведь единственный в регионе центр консервации. Кроме того, в рамках торжественного мероприятия библиотеку поздравили деятели литературы и искусства, а сами сотрудники наградили своих постоянных читателей. В России могут ужесточить ответственность для граждан, которые садятся за руль автомобиля, не имея водительских прав. Тех, кто попался на данном нарушении, дважды предлагается наказывать штрафом, арестовывать, либо приговаривать к обязательным работам. Соответствующий законопроект уже был внесен на рассмотрение Госдумы. Как считают авторы инициативы, действующее наказание в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей не останавливает тех, кто ездит за рулем, не имея водительских прав. Поэтому статью предлагается дополнить новыми пунктами, содержащими в себе такие тезисы, как наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, или же обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Таким образом, тех, кто сел за руль, не имея на это право, приравнивают к тем, кто лишился удостоверения за самые серьезные нарушения, например, управление в нетрезвом виде или повторный выезд на встречку. Эксперты поддерживают предложенную инициативу, поскольку автомобиль – средство повышенной степени опасности. Управлять им без определенных знаний и навыков, которые даются только в автошколе, не имея представления о требованиях правил и безопасности дорожного движения и уважения к закону, риск не только для самовольно севшего за руль водителя, но и для других участников дорожного движения, оказавшихся рядом с таким отчаянным самоучкой. В настоящее время штраф за управление транспортным средством без водительского удостоверения составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Водитель отстраняется от управления, транспортное средство задерживается. Но, учитывая масштабы неприятностей, которые может доставить в обществу такой горе водитель, это ничтожно малая сумма. Ежегодно на российских дорогах фиксируются несколько десятков тысяч подобных нарушителей, и этот факт, безусловно, тревожит специалистов. Ужесточение ответственности для таких убежденных правонарушителей, безусловно, необходимо, раз наказание рублем не действует. Перспектива ужесточения наказания, тем более введения административного ареста, заставит их пойти в автошколу и, заплатив пусть и не самую бюджетную сумму, по крайней мере, получить необходимые водительские знания, а заодно и избежать ограничения свободы. Стоит отметить, что при нынешней формулировке закона проекта суровые штрафы, аресты и работы грозят даже тем, у кого есть водительские права, но не открыта та или иная категория. А вот тем, кто имеет водительское удостоверение, но просто забыл его дома, бояться нечего. Они под действие закона проекта не попадают. И в продолжение автомобильной темы. В Рязанской области из-за выезда на встречку происходит каждый девятый ДТП. Только в прошлом году произошло около 240 таких аварий, в которых погибли 93 человека. Сотрудники автоинспекции не перестают напоминать автовладельцам быть внимательнее, тем более в нынешних погодных условиях. Днем 13 января в Скопинском районе на 244-м километре автодороги М6 «Каспий» 30-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «КамАЗ» с прицепом, при обгоне автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «Лады Гранта» под управлением 40-летнего жителя Волгоградской области. От удара оба автомобиля совершили опрокидывание. В результате ДТП водители «Лады Гранты» с травмами доставлены в медицинское учреждение. А еще две женщины-пассажиры 35 и 26 лет, это уже в автомобиле, погибли на месте происшествия. По данным госавтоинспекции, каждое девятое ДТП в Рязанской области происходит по причине выезда транспортных средств на полосу встречного движения. Так, в прошедшем 2015 году на территории Рязанской области из-за выезда водителями транспортных средств на полосу встречного движения произошло 241 дорожно-транспортное происшествие, в которых 93 человека погибли и 468 ранены. Причины выезда транспортных средств на полосу встречного движения могут быть различными, однако такой маневр бесспорно опасен. В таких погодных условиях в любом случае стоит быть особенно внимательными и аккуратными на дороге, не совершать необдуманных действий. Берегите себя и своих близких. В редакцию телекомпании продолжают поступать звонки от телезрителей. Мы хотим напомнить, что всегда готовы освещать проблемы рязанцев, в которых профильные комитеты и специальные службы бессильны или не желают помогать. С одним из таких вопросов разбиралась Ольга Харламова. Буквально на днях нам позвонила наша телезрительница, проживающая по адресу улицы Советской армии, дом 7, корпус 1, и рассказала о такой ситуации. Когда-то это общежитие принадлежало заводу ЗИЛ. Жить тут было вполне комфортно, и ремонтировали здание своевременно. Затем его передали управляющей компанией «Городская роща», и тут начались проблемы. По словам Татьяны Петровны, за много лет его ни разу не отремонтировали, несмотря на то, что жильцы оплачивают все коммунальные услуги, в которые входит и такая услуга, как содержание и ремонт помещения. Если она не оказывается, куда и кому идут их деньги. А тем временем жилье нуждается в ремонте все больше и больше. Делать его за свои средства и при этом оплачивать ремонт помещения, которое не производится, этим уже уставшим от беспорядка людям не по силам. Наша съемочная группа выехала по указанному адресу для того, чтобы посмотреть, какая сейчас обстановка в здании общежития, и поговорить с его жителями. У нас проблемы такие. У нас не делаются ремонты, то есть не по кухням. Люди собирают деньги сами, делают ремонт. То есть мы вкладываем деньги, платим за содержание жилья. Мы не видим тут, чтобы что-то тут происходило. Когда нас давали в город, у нас срезали все отопление на кухне. То есть у нас по кухням одни стояки в углу стояли. Естественно, там площадь большая и отопления там никакого нет. То есть по всем этажам мы уже видели на улице, что везде стоят старые рамы, то есть которым уже за 30, а то может быть, потому что когда я сюда пришла, дом уже стоял и люди тут жили. То есть это больше 30 лет рамы, которые надо в любом случае их как-то менять. Да, действительно, на полу плитка уже почти отвалилась, рамы ветхие. На лестничных клетках холодно даже в куртке. А кухня? А вот и кухня. Аппетит тут, конечно, не приходит. Посмотрите, как выглядят стены. Интересные интерьерные решения, не правда ли? Хотя на самом деле жильцы пытались делать ремонт на свои средства и своими силами. Но все это безуспешно. А вот газовая плита. Она уже давным-давно пришла в негодность. И причем детали тут вовсе даже и не от этой газовой плиты, а от грузового автомобиля со старого завода. Пользование такой плитой может быть опасным. Прогнили трубы под раковиной. На входе в общежитие мы увидели вахтера. Заработную плату ему также платят жильцы из своего кармана. А ведь многие здесь живут с детьми, но детской площадки нет. Стоящие машины припаркованы так, что ни скорая помощь, ни пожарная машина подъехать не смогут. Для того, чтобы разобраться во всей этой ситуации, мы позвонили в управляющую компанию «Городская роща» и получили вот такой ответ. Я вам поясню, что взносы на капремонт у нас идут и начисляют. Это у нас фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Находится на улице Маяковского, 1 А, строение ЕМ. Мы никаких отношений по взносам на капремонт не имеем. А позиция жильцов такова. Моя позиция такая. Коль мы платим содержание жилья, ну хотя бы раз в квартал, ну пусть раз в полгода, выезжает комиссия с того же управления ЖКХ. Собирается, ну как бы, мы можем собрать состав членов, несколько человек, чтобы не мешать, потому что, сами понимаете, когда собрание, это просто больше крик, шум и толку от этого мало. И хотя бы какой-то, ну сделать план, чтобы нам сделали хотя бы какие-то косметические ремонты. Ну сколько можно ремонтироваться? Ну самим за свой счет. Ну это просто нереально. Зачем мне это надо? Будем надеяться, что этот спор все же решится, и жители этого общежития смогут чувствовать себя уютно и комфортно. Ведь, как говорится, счастлив тот, кто счастлив дома. В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Старый Новый год. Праздник для многих совсем непонятный. Чем же Старый Новый год отличается от традиционного, привычного всем Нового года, и отмечали ли его рязанцы, узнавала Наталья Новикова. Конечно, казалось бы, дело только в расхождении дат. Однако все мы относимся к Старому Новому году как к вполне самостоятельному празднику, способному нам продлить очарование Нового года. А может быть, и даже впервые его почувствовать, ведь обстановка бывает разная. Но в этот день праздник более спокойный, нет суеты, так свойственной 1 января. Скажите, пожалуйста, а вы Старый Новый год отмечали? Нет. А почему? А потому что я не считаю это праздником. А почему не считаете? Потому что дедушка Ленин в своей компании все напутал, перепутал. А вы Старый Новый год встречали? Ну, практически не особенно. Смотрел, чтобы по телевизору смотрела. Ну, а праздничное настроение какое-то ощущалось? Ощущалось, все равно ощущалось. Если вы считаете, что этот праздник не лишний? Ну, как сказать не лишний? Может, он кому-то и лишний, но как нам, вот мы уже все-таки с большим возрастом, нам нормально, хорошо, с удовольствием посмотреть телевизор, с удовольствием. Не отмечаем его. А вообще не считаете, как праздник? Ну, такой, как-то несерьезный праздник, по-моему. Ну, а как вот лишний повод продлить новогоднее настроение, праздничное? Тут не очень праздничное в этом году настроение. Ну, вообще Новый год удался. Да. Стар Новый год отмечали? Нет. А почему? В отпуске. То есть и так хорошо? Да. А вообще считаете, нужно ли этот праздник? Не знаю, может быть. Ну, как бы вот новогоднее настроение продлить? Нет, достаточно. Выше крыши. Вообще считаете, что это праздник? Я считаю, что это праздник, да, от старой традиции. Отмечать можно, нужно и, наверное, важно для кого-то. Считается, что есть две причины появления уникального Нового года. Это изменение даты начала Нового года на Руси и упрямство Русской Православной Церкви, не пожелавшие перейти на новый стиль. Кстати, астрономы считают, что Старый Новый год – дата ненаучная. Однако и действующий календарь не является идеальным, считают специалисты астрономы Геодезического общества России. И все же, не обращая внимания на то, что этот день даже не является выходным, наши соотечественники по-прежнему отмечают Старый Новый год. А если даже и нет, в нужности и приятности этого доброго праздника не сомневаются. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым бутиком «Галерея Нальвегенской». Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok